Девушки отдыхают Смотрите, мы движемся дальше за территорию МКАД, проезжаем даже Троицк, бетонное кольцо и вот здесь вот такой черный участок, это можно его легко определить, здесь просто ограничено движение, это поселение Вороновское. Неужели поближе участка свободного не нашлось? Я, конечно, понимаю, что он огромный должен был быть, 40 гектаров, но удобно ли будет сюда пациентов доставлять? Почти полсотни километров от МКАД только. Я уже молчу, как родственникам какие-то вещи привозить. С другой стороны, представьте, если подобная инфекционка взводилась бы сейчас в каком-нибудь спальном районе, например, и туда в будущем свозили бы в большом количестве зараженных коронавирусом. Такая зона отчуждения рядом с жилыми многоэтажками. Ну, так себе картина, конечно. Кстати, расстояние от этой стройплощадки до ближайших деревенских домов около поля, а сейчас смотрите уже очертания корпусов. Не знаю, есть ли в этом заслуга мотивирующих плакатов, которые на площадке появились. Например, вот на что закопаем вирус вместе с короной, строители, счет идет на минуты и так далее. Они точно мотивировали находчивых и креативных на различные мемы. Кстати, с сайта стройкомплекса вы можете эти плакаты скачать, там есть ссылки. Читала комментарии, что вот в Китае инфекционку за 10 дней возвели, а здесь месяц на это потратят. Но сразу хочу отметить, что новая московская инфекционка будет невременная. Срок службы на несколько десятилетий ей пророчат. На сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Стройка развернута полным ходом. Идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудования. Сам объект получается гигантский. Около 80 тысяч квадратных метров, 500 с лишним коек, но из них половина реанимационных. Такого состава коечного фонда с таким объемом реанимации в Москве ни одной больницы нет. Это самая современная и самая эффективная больница. Это металл, покрытый специальной антибатерицидной колорадской. Очень надежный, очень качественный. И 30 лет, но это минимальный срок спокойно будет работать. Медики разработали специальные системы входа, отдельные для каждого пациента с улицы. И человек приходит сюда. Через эту дверь будет заходить пациент. Через эту дверь. Дверь будет закрываться. Да. Прекрасный большой санузел, где очень удобно развернуться. Все необходимое для дезинфекции. Трап для душа. Я смотрю, тут какие-то пометки. Это то, что нужно доделать. Медицина нам подсказывает, идет параллельное проектирование и строительство. Что надо сделать лучше, чтобы человеку по эргономике было удобнее. Кровати современные. И самое важное, передаточный шлюз для разных вещей необходимых. Теплозащитный и дезинфекционный. Система связана автоматикой с кудом. Пока дверь одна не закроется, автоматика не разрешает открыть другую дверь. Когда врачи входят, они входят через двойной тамбур-шлюз. Пока не закроется входная дверь, не открываются промежуточные клавиши, выключатели снаружи. Каждую палату идет в своей вентиляции. Она сделана вместо не из оцинковки, а специально из нержавеющей стали. Город идет на дополнительные затраты, чтобы было максимум безопасности и дезинфекции. Мы уже рассказывали, что для аппаратов искусственной вентиляции легких нужен специально очищенный кислород. И чтобы обеспечить им реанимационные палаты больницы, построенные в чистом поле, на территории появится собственная кислородная станция. Но жителей города, в частности поселения местного, больше волнует система очистки воздуха, воды, даже мусора, который после пациентов будет оставаться. Куда это все? В обычную канализацию? Местные жители волнуются, что стоки от этой больницы пойдут в близлежащие речки, озера. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не допустить? Здесь будет применена трехступенчатая массированная система очистки. Сначала все медицинские и бытовые стоки пройдут специализированную систему обеззараживания. Химическую, паровую и ультрафиолетовую. Далее данные стоки переместятся уже в стандартную систему очистки. И оттуда наиболее загрязненные будут специализированным транспортом удаляться и вывозиться на специализированную... То есть это локальная замкнутая система очистки, из которой в близлежащие годы ничего, ни капли не попадет? Ни одна капля из стоков не попадет. Строители рассказывают, что вокруг новой инфекционки будет создан периметр безопасности. Я себе сначала напредставляла, что это защита от побегов пациентов, хотя, я думаю, и такое предусмотрят. Но, по сути, бежать-то некуда. Лес, трасса, отдаленности есть. Лучшая мера сохранить изоляцию. Но речь все же идет о том, что весь выезжающий и въезжающий на территорию транспорт будет проходить специальную санитарную обработку. В общем, звучит так, что это будет самый современный медицинский инфекционный центр. В связи с этим видела в различных пабликах обсуждение, а сколько же будет стоить там лечение от коронавируса. И не только там, а вообще. Учитывая, сколько средств тратится на переоснащение стационаров, закупку тех же ИВЛ, да вот даже на экстренное строительство новой больницы, повышение зарплаты медперсоналу, который сейчас лечит людей с коронавирусом, не придется ли за это все платить самим пациентам? И вот сегодня стало известно, что столичный фонд ОМС выделит от 200 тысяч рублей на лечение каждого заболевшего коронавирусной инфекцией. Эти деньги получат в столичной больнице. Так что 70 пациентам, которые за последние сутки были выписаны, например, из коммунарки, никаких счетов выписано не будет. Это была Москва сегодня. Завтра увидимся снова.